ГТОРГОВАЯ ПЛОСЧАДКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Испорт Бэтс Ком. Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Доты 2 до Хардстоуна. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает первплат? Кто заберет первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до 600 долларов. Испорт Бэтс Хом. Живой азарт и холодный расчет. Пятые секунды в остальном порядке. Ну что же, еще раз всем привет. Мы возвращаемся прямо в эфир и продолжаем наблюдать с вами за суперматчем между командами Envictus Gaming и LGD Gaming. По-прежнему у нас идет, собственно, финал Венеровы. Напомним вам, что этот финал Венеровы, это не просто финал Венеровы. Это финал Венеровы квалификации, на которых нет гранд-финала. То есть команда, которая выигрывает эту игру, получает слот на ланы. Вот так вот. 1-0 впереди IG. В первой игре, ну, в принципе, безвариантная победа. По сути, какие-то шансы, может быть, и были у LGD, но это такое. Находились позади постоянной LGD в первой игре, поэтому я бы сказал, что IG довольно-таки легко выиграли. Ну да. В общем, очень легко. Пока у нас тут идет пик, я вам напомню, что параллельно на нашем четвертом канале идет трансляция первого дня группы B азиатского дивизиона. Там MVP Phoenix уже свой первый матч в рамках StarLadder выиграли. Выиграли со счетом 2-0 у команды Nvidia Aces. И скоро там начнется еще одна игра в этой самой группе B. Будут играть крутые команды. Я забыл, какие, поэтому тяну время. Это будет Jiguard против Signature Trust. Вот, вот так. Jiguard, кстати, кстати, Jiguard очень интересная команда. Очень рекомендую вам посмотреть эту игру. Потому что Jiguard недавно, как вы знаете, подписали команду Nutted Gaming. И Jiguard это прям очень серьезные такие ребята, которые, я думаю, будут иметь довольно неплохие шансы на попадание на ландфиналы. Потому что это Winter, это Yamatech, это Ice, это Net. Так что смотрите на канале StarLadder 4. Через буквально 3 минуты там должна начаться эта игра. Вот так вот. Вот так вот. Да, ну и сегодня вечером, вот после матчей Европы и Азии, на первом канале Ninjas in Pyjamas против Power Rangers, смотрите. А также Ninjas in Pyjamas против The Alliance. Вот такие две игры будут сегодня вечером на европейской Star Series. Все, кажется, всем все ясно. Анонсы выдал. Все дела. Все круто. Что еще там должен сказать? Не помню, что должен сказать. Еще что-то должен сказать. Да, забыл, короче. Неважно. Снайпер! Снайпер тролли. Ну, это победа, по-моему. Это почти победа, опять же. Непонятно, почему это все заходит в один пик, почему не берут себе это LGD. Короче, как-то LGD выглядят странновато. Они берут себе Бэтрайдер СФ, враг берет сразу себе троля. Что делать с Фениксом опять? Ну, непонятно пока. Ну, есть спектра. Вот, спектра это, якобы, решение всех проблем в мире. Ну, не знаю, может быть, кому-то так кажется. Но мне кажется, что спектра здесь все проблемы не решит. И очень тяжело будет, как банди LGD. Здесь против троля, против Феникса, против снайпера бороться. Прям, ну, нереально тяжело. Зевс прикольно, учитывая, что это суппорт Зевс. Но что, как, куда, не знаю, короче. Мне не нравится, очень не нравится. Нет, как и в прошлой игре. Просто снайпер там, точнее, Бёрнинг фармит. Феникс развлекает на харде. В медиа Феррари фармит, скорее всего, на снайпере. И что делать с этим LGD будут вообще непонятно. Согласен, действительно, неясно. По-моему, тут намного-намного лучше будут дела опять-таки у Invictus Gaming. Ну да ладно, посмотрим. Итак, ласт пик. Ласт пик команды Invictus Gaming. Что же вы, собственно, возьмёте? IG. Нужен, понятно, второй симпорт. Тренд опять крутой IG. Ну, здравствуйте. Лёгкие. Просто лёгкие. Да, там уже сигнатур, сигнатур трасс, кстати, выиграли первую игру у Джигвард. Что-то я перехвалил Джигвард и Яматеха. Они уже первую игру проиграли. У Таиландца на канале Starlight 4. Интересно. Кстати, интересно. Да, тут можешь в Mumbly поставить не амплитуду, а постоянное время или опустить чуть-чуть, чтобы ты... Ну, потому что у тебя первое слово обычно теряется. Чтоб раньше захватывало твой голос. Дыхание моего. Что-что? Да, чтоб отдыхание захватывало. Так будет круто. Точнее, вот сейчас стоит. Вот сейчас лучше. Ну, поговори. Ну, может быть, это ещё сразу с тем, что я чуть-чуть отодвинулся от микрофона. Не, вот сейчас нормально. Сейчас вообще отлично. А то у тебя иногда скушивало по первой буквочке из каждого слова. Не реагировал на тебя твой микрофон. Ну, это я купил себе, типа, какой-то крутой микрофон для видосов на ютубе, и я ещё не разобрал. Серьёзно? Да. Какой, какой, какой? Где-то тут что-то написано. Blue Yeti там чего-то там. Ну, так Blue Yeti это охренеть. Я тоже с Blue Yeti сейчас комментирую. Это один из лучших микрофонов, ну, из средней, из средней ценой, скажем так. Не супер там профессиональный, да? Ну, да, типа, супер-пупер. Я на этом не могу разобраться, что где знать. А то я ещё буду какой-то там офигенный. Не, он крутой. У него там сзади есть четыре режима, они очень круто настраиваются. Ну, научишься тест, потестишь себя, увидишь. Там реально вариантов режимов не меряется. Ну, мне сказать, по крайней мере, качество звука очень чистое, и меня это уже радует. Получше, чем на разных гарнитурках там и так далее. Это хорошо. Это очень хорошо. И почаще пиши гайды, гайды почаще пиши. Полезные. Где их искать? Расскажи людям. Вообще на моём паблике ВКонтакте всю инфу можно найти. А как твой паблик ВКонтакте? FNG Page. FNG Page? Да. Без пробелов? Да. Всё, заходите. VK.com slash FNG Page. И там есть ссылки на видосики. Хорошие, полезные видосики. Если вы учите злоту играть. Пока там только две видеоаналитики. Ну, две видеоаналитики это уже много. Ты чё, PPD за два года сделал четыре, так что... Это да. Всё окей, ладно. По линиям. У команды LGD Яо на Бэтрайдере побежал в сложную. XIAO 8 будет играть на Support ZVC. Maybe в миде будет катать на SF. Scyler в лёгкой будет катать на Спик 3. MMI на Вичдокторе будет помогать катать в Спик 3. Здесь у нас Faith и Луо Алекси на Фениксе. И вот, кстати, а не добла ли это? Я пока тут единственное, что не понимаю, какое будет применение ZVC. Может быть, он будет стакать лес. Может быть, он будет что-то там на топе помогать как-то. Убить! Так, летает. Ну, видно сразу. Тайминг. Сразу видно. Ассайз это всё там знает. А Луо такой ещё. Начинающий, начинающий. Да, ассайз тайминги чёткие знают. Знают, какую секунду, сколько он будет лететь. Ну вот. А и там ещё, по-моему, надо не прямо на руну нажимать, а чуть-чуть там или выше, или ниже. Потому что там же дуга такая получается. Ну да, ну да, да, да. Ты по дуге залетаешь. Но вот опять-таки это нужна практика. Годы практики и так далее. Феррари у нас в миде на СФ против Мэйби. СФ против Снайпера. Видели мы уже сегодня. Первом матче от Вичи неплохо. Ну и Бёрнинг на тролле будет пытаться гонять Бэтрайдера. Ну, точнее, он пытаться будет фармить, а Бэтрайдер должна гонять, наверное, Эвенга. Ну, пока посмотрим. Ну, пик у Эйджи, как мы уже, наверное, сказали, намного, намного лучше. Посмотрим, как сыграет Фейджи. Пауза от Силара. У Эйджи более простые пики. В отличие от ЛГД. То есть у ЛГД в этой игре надо разбить яйцо. Ворваться Бэтрайдеру, чтобы Венга не свапнула. Что-то там еще как-то всем нафармить. А у Эйджи снайпер бьет, тролль нажал ульт, минус 5, все. Виктори. Просто легкие. И еще есть про запас дерева. Купила Аганим и всех победила. Пошли у нас, кстати, массовые деревья, которые на первом левле катаются, качают семечку, и ты смотри. А почему? Семечку вкачал и в атаку такой. Вот ты качаешь на дереве семечку на первом левле? Ну, зависит от ситуации. То есть вот, ой-ой-ой, там самолет снова. Не, у меня самолет летит. Но самое главное, что эти самолеты слышишь только ты. В эфире их не слышно. Блин. Ладно. Тогда я не буду их напоминать. Не, ну, напоминаю, люди будут знать. Вот самолет, можно зайти на сайт аэропорта Киев, посмотреть, какой рейс это приземляется. Это для интереса сейчас. Да. В общем, зависит от ситуации. То есть если играть вот как в прошлое Грег Сероэй, ты в этой фейс, что они бегают по карте, и, ну, используют семечку, то, естественно, ее лучше качать. А я обычно там на легкой себе сижу, пулю фармлю. В таком случае проще ливинги кидать, чем семечки бегать. Не, ну, это понятно. Конечно же, арморчик сейчас будет, второй левел получишь. Но опять-таки тут Луо вместе с Фейтом будет пытаться стоять даблой. Ну, может быть, в этом есть высота. Куда это дерево еще денется? Ну, он, типа, может пулить, может лезть, как-то пытаться фармить. Ну, вот, наверное, лучше Фениксу там помочь немножко поприятнее. Ну, и плюс, они вот уже два крипал спектры заденяли. Вроде бы мелочь, а вроде бы уже разница в четыре крипа. Бэтрайдер отдался нейтралам, предварительно закупившись. Все нормально. Будет у него тапок. Второй левел вернет скоро на линию. Ну, да, в Бернгад 13, у Спектры 10, то есть, если еще чуть побегает. Но самое главное, что они еще один и второй получают экспу. И не может Вичдоктора особо загонять. Не может сюда Зевс выйти, который, ну, там, в лесах пока пулами занимается. Блин, все равно я не понимаю пока общей ценности этого Зевса. Ну, типа, Вау Естроту под ганг. Он, ну, если посмотреть, то Зевс плюс Эктра плюс Бэтрайдер, это круто, потому что Зевс ультует, Бэтрайдер любого героя цепляет. Но, с другой стороны, вот он какой-то такой герой, который может и не всплыть, потому что в Спектре надо Радик, SF-у нужен фарм, Бэтрайдеру нужно где-то Блин вывести. Кстати, вот еще один минус пика LGD, вот только что я выявил, то что SF-у нужен лес. Сейчас дерево погибает. Ну, куда он пошел? Да ладно. Почти в ней. Если бы он выжил, я бы сразу бы назвал бы дерево самым эмбанутым героем в доте, но я не совсем понимал, почему он вот сюда вот пошел, если там только что побили Феникса, и он улетел. Ну, как-то глупо, а Дэвид Форсблат здесь немножко фейт. Такое. Вот, минус пика LGD, то что SF-у нужен лес, чтобы разгоняться, а там и Терри Бэтрайдеру нужен лес. Бэтрайдер не может правую часть леса фармить, потому что она нужна с упортом, и поэтому, ну, как-то будет такой жадный очень пик у LGD. Ну да, ну да, и получается ZEVS тоже должен как-то вот что-то там пулить, этот должен здесь фармить, а SF без стаков против снайпера 1 на 1 просто. Было бы круто, если бы LGD могли поставить даблу на даблу снизу, и даблу на даблу на топе. То есть, например, ZEVS в Бэтрайдер против Вингитролайта, в принципе, ну, можно поставить, можно там заспамить стиками и молниями, а снизу спектра против Феникса Трэнда могли как-то потерпеть, и тогда и ZEVS получал, и Бэтрайдер получал, ну, и было бы неплохо. А так, типа, они, ну, более-менее. Хотя вот Феникс, кстати, гоняет Бэтрайдера. Слушай, у меня такой крутой анонс, финалы Старладера, следующие пройдут в Минске. По Лолу. Ох, я помню, какой-то игрок, не по Лолу, или по Лолу, писал про наш компьютерный клуб Таранта в Минске, и половина из этих слов были очень плохими, поэтому... Не приезжайте лучше. Да, ребят, финалы Старладера по Лолу будут в Минске, а с другой стороны так похер вообще, да? Ну, типа, Пайс, я просто адекватно понимаю, что это тяжело довольно-таки провести. У нас нету какого-то суперского центра, где это можно провести. Но это надо проводить вот как в Минске проводят танки в этом отеле. Так, да, но это очень дорого, это нереально дорого. Так, в миде, кстати, Мэйби погибает, а тут Чуань. Кстати, очень жестко они все сделали. Шрапнелька, влетел Феникс, еще один слоу, и Вингарда успевает добежать дать стан. Да-да. Да, Бернинг, тем временем, есть Аквила, есть шестой левел, кстати, не вкачал пока он батл транс, не хочет помогать своим тиммейтам, считает, что фарм на линии важнее, лучше вкачать. А что он на шестом левеле вообще вкачал? Это он... Так, он... Он оставил скиллпоинт, да, но вообще он часто не качает ульту, он качает третью, и это выход на быстрого Рошана. Ну, Бернинг так часто делают. Кстати, вот... Ну, это вариант, кстати, но все равно на Рошана без батл транса идти, это не очень весело. Еще вот мне бы интересна была статистика, сколько игр выиграл Бернинг, когда ему давали 10 минут фрифармить. Так, в лесу на Ксиоэйта, и... По-моему, Ксиоэйт отъедет, но должен быть какой-то размер. Тут как бы еще сейчас Мэйби не отъехал, там Ксиоэйта точно погибает, но вот Бэтрайдер дальше стакать не хочет, Мэйби очень медленно идет. Чувань! Да, Мэйби очень долго думал, но тут... И, кстати, можно и снайпера убить. Ой-ой, хороший тюрн, а получается от Элджедита минус 0. Слушай, а почему он так... Почему он туда побежал, снайпер, вот сюда? Почему он не стоял снизу? Он хотел у Бэтрайдера добить. У Бэтрайдера, посмотри, один удар остался. Поэтому почти вышло. Так вот, мне бы очень было интересно узнать, сколько реально Бернинг игр про... Ну, не выиграл, а поиграл, когда ему давали полный фрифарм. Мне кажется, что очень мало. Ну да, что тут Бернинга никто не трогает, у него 47-22, и прям все очень-очень хорошо. Прям нереально все хорошо. И там вторую игру IG делают так, что мидер врага и хардла... Точнее, кэри врага они фармят, ну, знаешь, там не всех крипов. То есть вот уже разница между Спектрой и Троллем 10, между СФом и Троллей чуть ли не 30. А Тролль, по-моему, такие игры вообще легко выигрывает. Ну да, если Бернинг тут получит еще пару минут свободы, там 3-4 минутки, то я не знаю, что они с ним будут делать. Вот появляется у него уже Марбит Масочка, ну а дальше там вы в курсе, что будет. Яша, блинки, поехали. Все, продолжается игра. Недолгая была пауза. Ну и Бурнинг. Да, и кстати, вот этот размен очень хорошо Зевсаб устанул. Так, Зевс с Бэтрайдером идут куда-то в смоке. Бэтрайдер 5, Зевс 4. Ну, в мид, наверное, будут выходить, Феррари убивать, но Феррари-то тут рядом дружане и можно будет влетать в лицо просто. А как они убивать будут, если у них ни лассо, ни стана, ни замедления, вообще ничего? Ну, что это такое? Ну, не знаю, вот Венга сейчас к ним сюда могла перебежать. Венга убежала, они стоят, ждут, пока Феррари зайдет слишком далеко, чтобы выбежать в спину и побежали, побежали, Ксяуэйт и Яо и Феррари слишком далеко заходит и погибает. Ну, вот так вот. Феррари тоже, по-моему, офигел от того, что его Бэтрайдер в 5 уровне и Зевс 4 гангают. Ну, причем... И еще и убивают. Волин. Так, ну, тем временем, Бёрнинг пушит топ. Пушит он с Чуаном. Кстати, Чуан без пассивки, что, по-моему, вот такие неправильные. Стоит ему вкачать пассивку хотя бы на один. И Бёрнинг нажимает ульт и первая вышка уходит в IG. Да, неплохо. Снизу Сайлар, там Горелый стоит вот так вот издалека, думает, что мне делать, меня забрасывают, будут ли на меня нападать или не будут на меня нападать, но не ясно пока. Пока тишина. Пока никто не нападает. Вот тоже, мне кажется, правильно делал, что вот он пошел где-то погулял по карте, что-то попробовал делать, тем временем Фейс там просто подфармил себе снизу. Ранний, ранний Ливинг, он на больших лвелах очень много дает. Фрари в миде, там, Мэйби навалял очень серьезно, Мэйби заставляет уйти там подальше, чуть ли не под Тавр спрятаться. Тут, кстати, Фейт в лесах увидел ММА, а что дальше? А ничего. А ничего, Фейт пятый лвел, кстати, и по-прежнему тоже у него ничего нету, то есть такое дерево, которое не особо-то фармит. Показал он Бэтрайдера, и Бэтрайдера надо сейчас убивать, вот он, Яо, сейчас семечку в лицо. Он тоже подходит, и... Блин, очень классно играют, идут, мне реально нравится. Пошел, разведал, команда стянула, сделали килл, правда, хотят их наказать за это, так, Мэйби, не, Мэйби ничего не хочет. Ну и на Лоу напали, Фейт спрятался, каски улетели в никуда, опять прыгают по Фейту, но его здесь не видно просто, и что? И ничего, Сайлор вместе с ММИ мне сделает, Сайлор 52 на 11, скоро же придет Бёрнинг, ребята, он же реально придет скоро. В Майе 1000 монет, он бы мог какой-то Вижн позволить себе купить, чтобы этот тренд не бегал тут так спокойно. Ну да, тренд без бены бегает, еще выходит, берет Силару по голове бьет, но это вообще нормально, это вообще законно. Да, Ксяо Уэйт, Ксяо Уэйт нафармил себе где-то почти шестой левел, и Солу Ринг, довольно-таки неплохо. Бэтрайдер, Бэтрайдер, вот Бэтрайдера, кстати, вот все плохо, у него СФ немножко леса начал забирать, и Бэтдаггер очень долгий будет, и поздний, точнее, не долгий, поздний, постоянно путаю. Так, ну и Феррари, 39 на 16 в миде, 40 на 16, ну, более-менее отстает от СФ, но этого хватает, есть две смерти, правда, второй раз можно было бы не умирать в Феррари, но это такое дело. А Бёрнингу уже летит Яша, привет, ребятки, Яша есть, есть пока Морбит Наск, что он сейчас Морбит Наск? Он сейчас возьмет ДД, они пойдут в Чаннам Смок на Рошана. Вообще всё по таймингу очень чётко, Смоук есть, есть Смоук, залетает на хэкграунд, юзает Смоук, увидели там LGD, что прошёл Бёрнинг, должны догадаться. Хотя снизу Сайлора пытается убить, так, Дезвард, яйцо успеет разбить? Ну, тут нагло слишком, Ло это делал, просто очень нагло. Может быть это тактикал фит, чтобы типы Рошана забрали его. Кстати, вполне может сработать, ой-ой-ой, как же этот Рошан падает, слушай, уже пол хп. Ну, уже нет Рошана. Ну, это забей вообще просто. Десятый левел, а он же сейчас пойдёт людей бить скоро. Бёрнинг такой, я бы ему на месте в общий чат написал he all. Ну, знаешь, когда-то раньше Кейси заходили, типа, поздороваться. Да, появился чувачела прям. Ну, Бёрнинг тут сейчас рубит крипов, ну, собственно, расклад сейчас какой? Сейчас где-то минут пять ещё Бёрнинг поформит, потом они с командой пойдут убьют всех, потом ещё раз убьют, и 2-0, и всё, финалы. Как тебе план? Да, план реально хороший. Так, снизу Бэтрайдер, снова без блинка, пытается кого-то загангать. АСФ фармит стаки. Блин, ребята, ну дайте Бэтрайдеру даггер, дофармите, потом что-то делайте. Да ну Бэтрайдер, какие, ну, ты понимаешь, то, что ты сказал в самом начале, лес надо фармить всем. Вот просто всем селом. Ксяуэйт этот бегает, у него 6-й левел хотя бы есть, это уже хорошо. Бэтрайдер просто летит, вот просто летит, он так и будет гангировать, он вылетает такой, Феникс, я тебя сейчас подцеплю в лосо, да? Или кто там, Винга? Бэтрайдер не застакал, да шо ж такое-то. Не идет игра, короче, в LGD, если я вообще вижу. Да, да, с такой игрой мне кажется, что и Вичи завтра с ними разберутся без проблем. Ну, Вичи они такие тоже странненькие немного в последнее время, они могут и хорошо очень играть, а могут и там лайстилеров пикать, которых там уже года 3 никто не пикал, наверное. Ну, внезапно, ну, у них же был план, у них же было два типа... Мэйби сейчас Феррари убьет просто. Ну, вот тут халява, конечно, Феррари нашли и победили быстренько. Прыгнул, правда, сюда Сайлор, не надо было, наверное, ему прыгать, там бы иллюзий хватило, ну, прыгнул, да и черт с ним. Ну, он, он деньги хочет, ему сейчас каждая копейка до Сакрата, я думаю, кстати, что ему стоит все же рашить Родианс. Вардом пошел. Лол, кстати, он сейчас бежит по варду и его два... А, нет, он не должен так подставиться. Так, тут им ренинг сяоэйд, Чуань его избивает, бежит сюда, Фейд, далековато, свап Чуаня, Фейд, сейчас должны погибать, саппорты айджи, пошел ультимей. Ну, вот они напали, свапнули и зарутили, а дальше? Ну, не знаю, может, кто-то им поможет откуда-то, черт его знает. Так, ну, фармит Бэтрайдер Блинк и, кстати, вот начинает все Лжиди налаживаться, потому что, ну, Бернинг вроде бы с Аейкисом и вроде бы с Ашей Яши, а пока он вроде бы, пока он не нападает, и Айджик, ой, Лжиди как бы и довольны этим. Вот он решил, кстати, напасть. Ну, пока нет, пока он, видимо, на Тавра все-таки решит. А летит ему Сэнжин Яша? Да, да, Сэнжин Яша летит. Падает он на Тауэр, ну, уже хоть что-то, он как бы, давно бы ему стоило что-то с Аейкисом своим пойти придумать, правда, тут Яо с Блинком. Ну, пусть Бернинга вытягивают, я думаю, он не особо-то и против. А не Бернинга я не буду. Форстафа-то нету, ну да, будет, наверное, вот так вот Феррари, Феррари очередной четвертый раз в таверну отправляется. Да ладно! Слушай, вот это он жил долго. Это Ливинг, Ливинг повесили, он там часть дамажа втанковал. Короче, виноват во всем Бернинг. Да, ну, говорю, как-то вот он забрал Рошана, обычно там, знаешь, идут куда-то Аеги среализовывают, что-то делают, а вот Бернинг просто фарм ударился. Как будто Рошан это тоже часть фарма была, то есть он не с целью Аеги забрать, а с целью просто кучу Икспы и голды забрать. Так, ну что, на топе, Сайлор. Папают его, дают стан и должен быть легкий фраг на Сайлора. Да. 2 800 было, очень жаль, конечно, теряет Сайлор чуть-чуть денег и откладывается покупка у него Родианса. Ну, будем надеяться, что не на очень долго, но откладывается. Интересно, сколько, сколько, точнее, сегодня рецептов Аганима покажут мне китайские команды, потому что теперь я вижу новый рецепт Аганима из урны, из стиков. Ну, нормально, так, еще чуть-чуть добрать и все будет. Да не, они не верят, они, то, что ты вчера показал, они просто не верят. Подожди, нажми на Вич-доктора? Ну, Мидасик. А когда он купил вообще его? Ну, вот только что принес, минуту назад, только что первый раз завязал. То есть, Вич-доктор топовый, вот реально топич, ММА просто топич. Я, я что-то такой сатюл, Вич-доктор фарми, думаю, ну, наверное, там какой-то Огар Клаб, Мидас, 1000 голды, думаю. такой, опа, и Аганим на подходе уже. Вот этот шарит, его надо дереву показать, как надо собирать Аганима. И тоже решил не покупать Мидас, он купил в этот раз Меку, видимо, хотят IG давить, но не хочет Бёрнинг. Бёрнинг говорит, ребята, еще крипов 200 надо. Ну и пускай. Бёрнинг очень, блин, у него опять 2000, ну это жесть, у него уже на 2,6 сотны творц выше, чем у СФа, на 4000 выше, чем у Спектры. Эко-блинг, так, а Лола, зачем на Бёрнинга, а, вот Аегис выпал, они Лола, они, кстати, по таймингу жестко делали. Он, кстати, на иншентов пойдет, его сейчас там схватят. И вот так вот, без вард, вот это вот хорошо, вот это вот очень хорошо, Бёрнинг у тебя мисси бросил, но вот это тут очень крутой минус. Сейчас зарабатывает много денег на нем. выбегай, ой, сбежал уже с горы, он там чуть ли не застрял. А куда-куда идет Луо, куда идет Луо, полетели кассочки, никуда, там Луо с Чуанем, что-то опять, и встреет Фейт. Как добились, добиликс, посыпались Айджи. Да, что это за тупые фраги, вот, очень, очень глупо действуют, и, по деньгам-то по Экспе все ровно. Да, они как-то очень пассивно играют, я не знаю, с чем это связано, не могли бы и с Аегисом пойти, потому что Спектра, вот тоже, она просто ради крашит, она не супер боевая, но она хотя бы, ну, ультую с Айтом что-то делает, а Айджи прям вообще ничего не хотят. По итогу, тавр теряют, и по итогу, убер лейтгейм у ЛДД, он почему-то давит на 10-й минуте команду Айджи на 15-й. Так, Чуан, ну, что это такое? Ну, это Фид уже пошел наглый, Чуан не знает, что ему делать, он схватнулся, пытается уйти, тут Феррари, Феррари сейчас тоже умрет, яйцо поставили, Феррари вздыхает в секунде, яйцо тоже вздыхает, пришел Бернин. Что они делают? Так, ультани СФ, maybe, ну, боятся все битые, конечно, но, но, Вичдоктор выкидывает, лол, это просто забей, сейчас так, так фиданули еще раз, 2500 голды, 2500 экспы, на равном месте еще приплывает сверху, команде LGD, LGD уже выходит вперед, LGD по деньгам, посмотрите, как график-то прыгнул по деньгам, 3000 впереди, по экспе уже более 5000, они впереди. И спектра покупает себе саккарет, внезапно, и проблемы OG, дерево, да, гони ему еще далеко. Да, и, кстати, вот снайпер тоже с молом против Зивса, спектры, у которой сейчас будет райзик, по-моему, Феррари пожалеет, что он в этой игре находится, что родился. Да, да, потому что он будет просто, знаешь, где-то фармить, там где-то две ульты зайдут, и все, минус герой. Ну, посмотрим. Внезапная игра, которую я прогнозировал, пять минут назад, что она закончится, вот скоро, что-то не хочет заканчиваться. Что-то вот IG решили, что слишком сильны, либо, что стоит им слишком много фармить, но что действительно они, ну, как-то, по-моему, загнались с тем, что опять пошли, пофармили. Перлинг мог забирать тавер, он пошел каких-то энчетов фармить, с Аегисом ничего таки не сделал, ну, за такие ошибки надо наказывать. Ну, собственно, что LGD и делают. Да? Вот за этих трентов, так точно надо руки отрубать, по-моему. Пробу в зимае. Ну, давай, братан. Good luck, have fun. Причем, опять же, то есть я бы понял, если бы IG купили Медасик, ну, то есть Медасик там на этом, на Фениксе, Медасик на Тренте, и сидели бы фармили, вообще вопросов не было. А то они купили Меку, купили там урну ПТ на дерево, ну, так идите, делитесь. По итогу, я садю вот на этого ВД, это какой-то монстр, если честно. Ну, как бы да, ВД, который вот полагонима уже имеет, это 20-ая минута, и это ВД, который всю игру покупал варды, как бы учитывая, что в команде есть жадный Зевс, Бэтрайдер и так далее, но это очень круто в миде. Ну, это минус. Да ладно, вниз улетел, но снизу его тоже убьет, конечно. Ненадолго, но тут не было вариантов, куда прыгать, в итоге Тавр падает в миде, Тавр падает снизу, и забирает с пиктру, и, кстати, вот IG неплохо денег зарабатывает, Фейд видит Ксио Уэйта, но ничего он ему не сделает, там Витра, кстати, появились тем временем у Мэйви. Витра, Блинк, Мека, прям, все собрал. Оно такое, по крайней мере, активное СФ, то есть он видит, что враги играют пассивно, и сам, так, Сио Уэйт в миде, ну, минус Сио Уэйт. Увидел, кстати, он Вард, я думаю, который поставил Фейд. Кстати, китайские тренды, вот они, по крайней мере, отличаются от европейских тем, что они больше скаутят, и больше киллов создают команде, но при этом не собирают агоним все равно. Ну, значит, ну, басы, все просто. Ну, блин, как ни крути, но, ну, 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 агоним лучше, ну, блин. Да, тренд может вот так вот ходить, там, может там с блинком, с аркантапками, что-то там полезным быть, там, блин, просто, он может купить себе стафу визор драй, и у него маны уже хватает, чтобы бульты кидать, чтобы в инвизи по кд бегать, и ты делаешь все то же самое, только просто, типа, забирай этот долбанный агоним, ты его купишь на 30-й, на 40-й, на 50-й, потом ты все равно можешь сказать всей команде сидеть на горе, и ставить свой лес, и в чужой лес эти штуки. Ой, фейс. В инвизи, он, ну, отащил его яу от центричника, но SF за 3 койла забирает легко. Да, опять-таки, поймали, быстренько, ну, 14-7 в пользу, ждем, и дело, не думал я, что он настолько наглый, он, чтобы туда лететь, но он взлетел. А Рошан, Рошан появился, ну и Бернинг вместе с Чуанем, понятно, и очень быстренько с этим Рошаном расправляется в очередной раз. Только непонятно, что они в этот раз будут уже делать, потому что у Спектра и Радик, у Зивса много левела, их все хорошо, вроде бы из ЛГД, только сейчас Ксяуэйд, кстати, встрянет, по-моему. Ну, если прыгнет на него Кси, но пока долго думает, Бернинг без блинка, поэтому бежать он может только пешком. Бернинг? Maybe. За пешком до пешком. Смотри, два ТП. Синхроны химерные надо отойти, здесь Бернингу тут наваляли уже. Хотя у Бернинга есть БКБ, почему бы не по-разному, 3 в 4 не очень весело, хотя подтягивается сюда дерево, но без снайпера все равно не весело, все-таки основной, основной у нас товарищ, это именно снайпер. Снайпер тоже без БКБ не хочет биться, потому что он понимает, что он банально умрет за ультспектрии, ультивса. Ксяуэйд все-таки решил погулять. Дает ультимейт, и тут же погибает. Ну вот, куда он пошел, он же знал, что не здесь ММА, будет ли свап, ММА, бежит дерево. Айджи могут стрять тут, сейчас просто можно дать 2 ульта и кинуть касочку хорошую. Ребята, ребята, ультспектрии, хорошая очень каска, уже на Чаона прыгает, минус Чаань. Но Бернинг побежал до конца, там Мэйби Гадлайк, Бернинг забревает ММА, растягивает на себя еще и Сайлора, заставляет того уйти на хогран, Фейд! Ну что это такое? Бернинга цепляет, дерево хороший ультимейт, хорошо полетал Феникса, почему яйцоны поставят, потому что в кулдауне, ну и Бернинг тут неплохо, конечно. Ну да, я согласен с тобой, тут должно было быть все намного хуже, но получилось как лучше. Тиауэйт убьет сразу Феникса, хорошо. Ну проблема в том, что СФ без маны, у него нету маны на ульт, если бы он ультанул, вот когда Бетрайдер взял, там и минус, еще и Фейса, кстати, убьют. Ну, по итогу неплохо. Да, по итогу 3 в 3 получилось, и очень даже норм. Хотя, даже не 3 в 3, это 3 в 2, просто заранее там умирал у нас здесь Юля, так что 3 в 2, и опять-таки в плюс это для LGD. Да, Бернинг не погиб, да, Снайпер не погиб, но Снайпер там, БКБ собирает, или это тоже США? БКБ, уже летит БКБ. При этом, я просто понимаю, что дальше ВД купит долбаный Аганим, и Спектра купит Жир, и я не понимаю, что будут делать IG с этим всем. Ну, да, у них Тролль, да, у них Снайпер, но чем дальше, тем тяжелее. Ну, Феррари. 12-й левел, тем временем, тоже жуткая пока игра для Феррари. 5 раз он уже умирал, до Спектры ему, даже до Спектры далеко, по Нетворцу, не говоря уже про Сефа, против которого он стоял. У Сефа трешка там, в запасе есть Блинк, есть Мека, есть Ветра, есть ПТ, дальше надо выходить, понятное дело, в Скаде, тут вариантов быть не может, надо быть жирным, надо переживать этого Тролля. Фей снова идет в Инвиз, и ставит варды, кстати, вот интересно, что Максит он лисит, Инвиз, по-моему, замаксанный немножко получше, но, ладно, это его выбор. Позже у нас будет собирать Бёрнинг. В Карде, по-моему, не очень, какой-то Сатаник может быть. Ну что, снизу, Т2, есть Глиф, отбегает Бёрнинг, тут в лесах стоит у нас Ло, стоит дерево, Ло, слишком рано, Ло, слишком рано, но отгоняет всех, если бы развернулись, начали драться, было бы веселее, но яйцо потрачено в никуда, получается, Фейт сейчас погибнет, да, Фейт погибает, Спектра, ну, тонула, Бёрнинг тоже сейчас погибает, это Эггис, правда, но ничего страшного, Таварт, а кто-то бить будет, а нет, там Чуанни умер, и Сайлар, выживает, правда, Бёрнинг его убил, пошел Дезвард, неплохой Дезвард, БКБ Бёрнинга бьет очень больно, и в итоге Бёрнинг и Феррари уйдут. Мэйби всех убьет, по-моему, просто, банально. И вот так вот. И минус Феррари. Здравствуйте. И это Тим Байп. Что делали Айджи в этой игре, я не знаю. Ну и при этом всем, я вообще не понимаю, вот зачем Трэнд пешком бежит вот сюда, у тебя есть вот одно объяснение? Не, ну типа он, какая была цель, что типа ставится яйцо, и Трэнд дает типа возле яйца там Overground, и все типа в него встреют, ну наверное. Это же сколько у Трэнда? 12 тысяч должно быть, чтобы он так бежал? Ну как-то совсем, вот Айджи не знаю, не собрано действует, или как-то расхлебано, я не знаю, как это сказать. И вот делают вроде бы очевидную вещь, но она настолько плохо делается. Да, ну вот опять-таки Фейд готов он дать ультимейт, но надо как-то его дать, вот все-таки дали, и что дальше? Так куда же вы втроем опять идете, Айджи, да что же это такое-то? Да, ладно, может быть даже достанут Яо, нет, Яо тут не достанут, достанут Чуаня, Чуань, ушел все-таки Чуань, Луа и Фейд рядом стояли, смотрели, но вот мы видим, Феникс купил Вейл оф Дискорд, уже два раза он его бросал, Вейл оф Дискорд опять-таки непонятный мне артефакт. Зачем? Ну, я говорю, они типа хотят драться рано, то есть он не хочет, видимо, фарм забирать у снайпера и тролля, но... но приходится, так, ну что, новый Рошан будет минутки через три, понятное дело, Айджи будет его забирать, очень нужен он Бернингу, Бернинга 4000, у снайпера по-прежнему ничего нету, и вот он огоним у Вичдоктора 27-ая минута, неприятненько, и Вичдоктор догоняет Феникса по фарму, вот это вообще жесть. Да, и при этом всем нужно понимать, что у него довольно-таки быстро какое-то БКБ, или что-то в таком духе получит он, потому что Мидасик работает. И LGD, что же LGD будут делать? Но LGD надо как-то сейчас не потерять, вот этот вот режим их жесткий, там Шедуфинт купил Монту, не с Кади, вот по-моему зря, по-моему в Скаде все-таки было бы поярче здесь, чем Монта. Ну Монта нужна точно, потому что тренд, ему нужно корни сбрасывать нужно, иначе ты просто умрешь в замесе. Стоять на месте это не круто, ну значит следующим артефактом пойдет он, выходить в АФ Скаде? Он может быть даже бабочку сначала купит, а потом что-то какое-то в Скаде. Он может, знаешь, такой типа Клейд Гейму заменят, вот эти Юлы, Мекки на Скаде, там Сатаники, что-то в таком духе. Ну посмотрим. Вот невозможно. На, у Бернга тем временем Скаде уже почти готова, осталось чуть-чуть. Выходит на нижний тавер LGD, хилит его тренд, но правда непонятно, ага, вот Яо уже ищет кого-то тут в инвисах, никого не находит, с гемом, кстати, Яо, так что он тренда какого-то халявного, и ой-ой-ой, Мэйбис ДД, конечно, разваливает. Так, здесь Юля ультанул, тут дает вижен, кто где, знают в любой момент, что к чему происходит. Ну, Т2 будет забирать Мэйби, или не пойдет? Нет, не пойдет, не пойдет. Пока наглейте LGD не хотят, несмотря на то, что ведут 7000 голды и 8500 экспы, они пока не спешат. Ссылка китайский сервер, что я недостойный комментировать этот матч. Да? Думаешь? Жалон, выкинуть меня, по всей видимости. Проблю я тут китайцев, говорит. Ну, понятно, рассказываешь там про какие-то аганимы, ты что, видишь, какое дерево полезное? Идет пешком, и всем страшно в инвизе. А аганим, ты говоришь, какой-то аганимы-то скучно. Яо, и видит Фейс, оцепляет. Здравствуйте, товарищ Фейс. Быстрый фраг, отскочили. Там, может быть, это невыгодно юзать лассо на трента, потому что будет Бернин бегать по замесу и всех убивать. Не, ну пока Бернин на топе сплит... О, этот Феррари сплит пошел. А, ну да, да. Минута, меньше минуты до Рошана, и вот сейчас LGD было бы неплохо как-то отжать отсюда ребята из IG, чтобы у них был получше плацдарм перед Рошаном. Бернин, ты наглейший. Ксиоэй, то есть, наглеет. Ксиоэй, то что бы не свапнуть и не убить-то, а? А вот это непонятно было. Там Ксиоэй дважды подставлялся под свап. Может быть, они не ожидали его в такой позиции, думали, что он там что-то задумал, и... Ну, просто не успели среагировать. Так. Ну, тут стоят, стоят LGD, ждут по-прежнему. Но они ждут вообще, когда лассо у них откатится, они снова смогут кого-то убить что, Тавр здесь падает. Хотя есть Левинг Армор, не так легко его убить. Чуаня опять пробилась. Зевс, конечно, дамажит довольно плотно уже. У Зевса есть ветра. Ну, при этом, кстати, LGD очень круто делают все это время фармить Силар. То есть Силара до сих пор нету снизу, и он уже очень много нафармил. Он нафармил себе ультимейт орб и 1900 сверху. Что, будет драка? Есть свап! Пошел свап! Мэйби пытается очень быстро убить, но он поднимает себя ветра. Как же разваливает Дезвард! Он просто идет на этот Дезвард, говорит, не-не-не-не, отступай! Так, ищет Силуэйд, очень сильно пробивает Бёрнинга. А где Спектра? Спектра! Каски и в Феррари, и в Бёрнинга, и в Феррари! Лол! Просто Вишдоктор сделал драку. По-моему, какой-то демон играет реально на этой... этом Вишдокторе. Смотри, он просто бежит и бьет это в Акси! И закончился еще и Санрайд, да, ну привет! Сейчас посмотрим, сколько урона просто внес этот ММА. По-моему, он реально внес где-то, 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 где-то ММА. А, нет, кстати, мало, 500 всего. Ну, что-то как-то это неправильно. Может, оно считает только первый удар, я не знаю, потому что там явно больше. Ну, нет, ну, хотя, может быть, он типа поставил Дезвард, он там нанес урона мало, потому что Бёрнинг, ну, там, не доставал, когда яйцо стояло, когда Бёрнинг встанет, не стоял, не доставал. Но, опять же, он типа сделал очень много. Он крутые каски на двух коров кинул, он там отогнал ребят своим Дезвардом, и, ну, вообще, красавчик. Не, ну, это да. Ну, и LGD, опять-таки, LGD-то набрали оборотов сейчас очень серьёзных, и... Что дальше? Тауэйта тоже юл, блин, очень всё у него хорошо. И непонятно, что делать IG. Рэнд решил купить топорик и фармить лес. Входу он что-то понял в этой игре. Феррари, ну, Феррари вообще слабенький, ничего у него нету, не надо. Ну, и да, и постоянно он в драке, сбривается моментально, то есть, ну, хрен его знает. Вот IG тут, конечно, да, можно ещё надеяться на то, что на хайграунде вы долго продержитесь, наделают ошибок LGD, фейт опять погиб. Абсолютно бесполезное дерево, не знаю, зачем брали. А брали зачем, понятно, реализация, по-моему, плохая. Вот взяли IG, у вас есть тренд Феникс, пошли на товара, всё посносили. Враг, что сплитпушить, вы можете, ну, что сплитпушить враг, вы можете дефать трендом и хилить всё. Всё просто. Не хотят так, но в итоге теряет Т2 товар ещё и в миде сейчас понемножечку. Никто драться за него, наверное, не будет. Далековато отсюда Феррари. Да, и вышечка падает. И мы май тут просто. Бюарнинг и лол, из-за динайл. Ну, немножко, мэйби отменил тычку, так вовремя, и поэтому Бюарнинг не смог за динайть. А, кстати, мэйби делает бабочку. Ну, то есть, по крайней мере, я купил эвейшн, как я и думал, что нужно Бюарнинга как-то заставить купить МКБ, а не Сатаник. И это очень классное решение от мэйби. Кстати, всё меньше и меньше БКБшки тоже у Бюарнинга, у Феррари, и когда станут они по 5 секунд, Зевса, Спектро, их просто уничтожат, по-моему. Смотри, Вич-доктор, что покупает. Вич-доктор Алатарчик! И третий Дезвард, щас, щас, щас. Щас снайпера, снайпера просто догонит. Щас мы посмотрим на команду Айджи и на Дезвард ММА. Я смотрю тупо за ММА. Вот он, Слатарчик взял, Бюарнинг просто бьёт Рошана, отступают команду Айджи, надо цеплять. Поймали снайпера, и вот сейчас должен быть Дезвард хороший, ОММА занял позицию, смотри, и пошёл Дезвард. Иди сюда, ребят. Бюарнинг, привет, Феррари, привет, Бёрнинг. Ксит уже, ой, сбили, сбили ему вардом, но тем не менее, он очень урона внёс, и ещё и каской зацепил, ещё и в Чуана каску. Ну, слушай, ММА просто сделал всё. Да. Да, Зевс, тут Чуана тоже добьют, это Team Vibe, ну, правда, двух основных героев убили, то есть, не самый сверх супер Team Vibe. Ну, вообще, очень классный пик от Ксиауэйта по итогу получился, хоть и старт тяжёлый, но два суппорта, вот смотри, на урон Зевса, 2400, кстати, не считает Дезвард. Не считает, да, только первый-первый этот считает, я так понимаю, правильно? Или каски. Или вообще его не считает. Или каски. Ну, 375 дэмэджа, это смешно. Да, он по-любому внёс там тысячи три, я уверен, потому что убить снайпера, тролля и половину ХП Фениксу снести просто самому, это явно не 300 урона. Ну, либо там, знаешь, Дота считает, что типа 300 урона достаточно Вишдоктору, чтобы убить. Ну, может быть, я не знаю, короче, да, но не считается, теперь мы это точно знаем, что не считается. Такой 34-14, у нас 20 фрагов разница, но по-прежнему IG держится, по-прежнему IG ещё эту игру не проиграли, хотя 17 тысяч голды, 20 тысяч ХП, с такого уже камбэк не делается, тем более против такого товарища Вишдоктора. Делается, если у тебя тренд купит Огоним, вот серьёзно. Хотя, против Спектр, конечно, тяжело, когда она купит кучу жира, она не фиг... Так, Медеев, позднее. Огоним он точно не купит. Да, забей, забудь вообще про Огоним на деревьях в Китае, этого не будет. Год лайк у Зевса! Это тот самый жадный Зевс, который ужасно начинал, у которого были проблемы с левелом, уже имеет 10 фрагов подряд, 9, то есть. Ты посмотри, что он покупает, он уже имеет почти рефрешер. Пожалуйста. И ВД с Медасиком тоже себе ни в чём не отказывает. То есть, у LGD мега жадный пик, но он работает только потому, что IG ничего не делали с Аегисом. Тят, видимо, Рошана. Ух, ну чё-то IG на этом Рошане прям вообще без него жить не могут, правда, надо забирать однозначно, тут стоит иллюзия СФ, а вот она пропала и Бернинг начинает пилить Рошана. И тут вторая иллюзия, бесит. Да. И Бернинг говорит, сейчас, ну блин, говорит, ладно, пойду я отсюда, потому что сейчас бэтрайдер прыгнет и вообще будет... Хотя у бэтрайдера хаста в банке это очень жёстко. Да, можно и без форстафа цеплять, улетать просто-напросто. Опять же, посмотрим, что придумывает IG, потому что пока без идейных. Вот они, кстати, ещё и на варде стоят. А, ну чекни вард, братан. Не, не круто. Ну, они, кстати, совсем смешно на этом варде стоят, конечно. Ну, прям вокруг него встали, никто даже не проверит, тем более, что есть с N3, тем более, что в чём проблема вообще проверить. Ну, тут проверили. Ну, может быть, не ожидали, что там именно стоит. Ну, может быть, может быть. Так, IG, будет ли заход на этого Рошана? Только вот какой, они, ну, это какой-то байт на Феррари, что ли, или что это такое? Опять иллюзии Сэфа на Рошане, чекают, никто его не бьёт. LGD на топе пошёл пофармить. Сайла в драку прилетит уже, наверное, с Тараской. Почти. Скажем так. Лапочка летит, мэйби. У меня неприятные новости для IG. Чекает, ксяует всех. Ну, правильно делает. Чего жарить-то этот улиц? Зачекал. Правда, единственное, что IG могут побежать резко на Рошана, но тут легко прочекать и Бэтрайдер, и Сэфа Монта, и всё подряд. Так, ну вот всё. Рошанчик, поехали. Бёрнинг. Фейт стоит в толпе. Фейт цепляет Фейта. А где Чуан? Чуан вообще не замесит. Да, вот так вот. Чуань, зачем Винга в игре, не ясно. Винга Бэтрайдера вообще на супом ни разу не сбила. Чуань проседает. Чуань погибает от Бэтрайдера. Только сейчас дал стан. Там яйцо. Яйцо запилят, конечно же. Снайпер пытался расстреливать. Ну и снайпер старается просто уходит отсюда. LGD лёгкая просто драка. Вообще без проблем. А, ну и вот так вот Феррари пытается на БКБ уйти. И может быть даже и уйдёт. Ну да, помогает. Бёрнинг. Ой-ой-ой, Бёрнинг хорошо умолл. Дезвард убил снайпера и так... Привет, ребята. ГГ или нет? Нет, ещё играет IG почему-то. Ну у Бёрнинга есть байбэк. Типа мы играем пока у Бёрнинга есть байбэк. Играем пока Бёрнинг не реванёт. Походу. Да, но у нас 1-1. У нас очень неожиданный результат, если честно. Ну, опять-таки, исполнение игры, ну, исполнение команды IG просто ужаснейшее. Вот реально ужаснейшее. То есть хуже, я не знаю, можно ли вообще хуже исполнять. в том наборе героев. Именно игра суппортов IG, мне кажется, какая-то такая, она немного не идеальна, потому что Face 1-11, Chuan 1-8, Ferraro тоже игра как-то не пошла, хотя вроде бы ему там и помогали в миде, и там, и убивали SF, они. Да, поначалу у них все было круто, фри-фарму, бёрнинга, по линиям, все хорошо, LGD очень осторожные. Смотря на то, что нет тролля, несмотря на то, что, ну, казалось бы, никто им ничего не сделает, они отходят сейчас. Нету альты в спектре, это очень важный фактор. Ну, дает скаут, дамажит снайпер, дамажит суппортов, это все решает сильно. Ну, и Рошана решили забрать. ЛВД купил себе еще и даггер сверху. Теперь, по-моему, ему вообще ничего не собьет ульту его. Итак, будет ли в рыбе еще? Да, вот в инвизе спалили, опять-таки дерево у нас и опять Чуань ничем помочь не может. А смотри, смотри, снайпер и вся команда вообще идти. А, То есть, два героя побежали. Что они опять там делали? Черт его знает. Они не китайский разучили, я не понимаю. Не знаю, может они друг друга в натуре не понимают. Три игрока было вообще там под Т3, а потом, когда смотрел, почему типа никого рядом нету? И вообще, как будто туда не бежали. Ну, не хотят. Так просто не весело. Ну что, смотрим мы опять-таки на IG, которые стоят на базе, у спектры Тараско. LGD никуда особо не спешат, они понимают, что мы эту игру все равно выиграли, просто главное довести до ума. IG уже могут обсуждать, что мы будем пикать на третьей карте. Они, кстати, может, поэтому и играют. Они что-то там обсуждают, думают, там, просто знаешь, там, мы там тоже, когда помню, с альянсами играли, типа мы там, понимаешь, что мы скорее всего проиграем, мы уже просто сидели, думали там о чем-то, общались, скажем так. Ну, действительно, это часто происходит, но если в онлайне еще там паузы там дадут, я между вами, то на онлайне иногда бывает, когда паузы очень маленькие, то уже люди начинают разговоры те, которые на перекуре, типа начинают обсуждать, что было не так, что будет в следующей. Ну, почему бы и нет. Maybe забирает A2 на топе, и тут подтягиваются тиммейты, там, Вичдоктор уже с глинком, жесткий, рефрешеры, ну, тут снайпер купил, конечно, Скади, мы его с этим поздравляем, но вряд ли особо это ему поможет, спектру сейчас убить, еще с сыром. 160 атаки, ему немножко маловато, на 41. Действительно. Даже вот он сейчас будет бить этих крипов, которые супер крипов, вот он их, ну, совсем слабенько бьет. Так, слаб вот спектру, и фокусят ее, сыр есть у спектры, съел сыр, Сайлар, и все погибли, кто рядом с ним стоял. Ну да, погибает у нас снайпер, там, Дезвард, поставили ему в лицо, яйцо стояло, но в любом случае, яйцо это такое, ГГБП, 1-1, и сравниваю счет у нас, LGD Gaming в этой серии. Молодцы! Не сдались. На милость врагу. Яленькая IG, я не знаю, что у них там произошло, но они как-то совсем уныло играли эту игру. Да, IG, если честно, действительно так себе. Ну что, у нас 1-1, и третья карта, после 10-ти минутной паузы, нас ждет третья карта игры. Ну, пожелаем удачи команда. Напомню, кто выигрывает, тот попадает на Ланы, и это, собственно, очень-очень важный элемент. Никуда не уходите, мы вернемся через 10 минут, и продолжим смотреть решающий матч за выход на финалы Старладера.